друзья всем очередной привет приветствую всех на канале на канале так куда мы вас поместим давайте сюда вот не знаю хорошо ли видно или плохо но не суть рассказываю для хейтеров проверяю уровень масла все хорошо полный видно видно полный уровень жидкости в норме антифриз в норме а то мне все напишет там один это знаете я люблю такие комментарии которые люди пишут хейтеры как я не знаю их назвать типа ты лампочки проверяешь ты жидкость тех тех жидкости проверь не хочу просто хамить мы уже с утра обсудили же супруга этот комментарий поражали с него да и хотели предложить тебе что-нибудь другое проверить но не будем потому что мы культурные люди вот значит что вчера произошло как бы да ни хрена воскресенье решил поехать поменять масло и поменял сейчас вам покажу что очень поехал уже почти сколько 16000 почти наездно потому что дальнее расстояние было думаю поменяем масло поехал менять масло а у меня оказался поддон но он как бы давно живой их водичка звати пришлось короче новый поддон ставить покупать вот стоит новый поддон оригинал фартанула мне последний в минске забрал оригинальный поддончик нашел за бешеные деньги не не китайские а именно оригинал и вековский вот хотя уже заказал и китайские не было типа и вековского ничего не было а потом оказалось что завалялся случайно завалялся на складе такие дела в общем поменяли поддон поменял масло фильтр воздушный масло все топливный не менял он еще мало прошел там буквально еще 20000 прошел салонный фильтр поменял новенький стоит чтобы все как грится по красоте было чтобы все было красиво все равно вот перемен криво крутится не знаю подыгрывает на чем он играет неужели верх вверх и хорошо крутится короче где-то его болтает даже мне больше кажется на обгонной муфте ну ладно шумов нет ни хрена нет поэтому что еще вчера заехал стекольщиком сюда но шел дождь у меня вот здесь вот течет лобовик вот на что парни сказали что скорее всего течет где-то вот отсюда вот сейчас я поднимусь вот здесь вот какие-то трещины вон езда вон они видно ведь и подняла шпаклевочка все это вот сказали будет сухо приезжай на тебя замажем отсюда и изнутри оказывается металл двухслойный он начал расслаиваться где-то там в общем через металл через все это течет вода вот на мой вопрос почему стекло такой был директор говеная он мне не ответил он стрелки переводит и все все на эту тему даже разговаривать не хочет ну я так думаю что он понимает прекрасно что хорошего ничего сказать не может ну и все а мы едем работать вот про хейтеров там еще можно продолжать и продолжать сейчас опять какой-то чувак пишет мне про дальнобой про какие-то там он в гугле загуглил кто такой дальнобой опять в очередной раз спрашиваю братан так сколько вес должен быть и какое расстояние должен преодолеть человек какой вес вести расстояние чтобы считаться дальнобойщиков ну вот сейчас жду ответа не знаю напишет ли что-нибудь или нет боже как я устал от этого всего ребята проявляйте свой талант я не знаю как вот ум если вы таки считать что вы умный вы проявляйте таланта что вы умный человек а если вы не не связаны с этой профессии либо не понимаете в ней что-то ну как бы свои выводы не делайте раньше времени ну потому что ну вот понимаете слово дальнобой всех вот напрягает слово дальнобой они пишут скоро коробку в гомель на легковой машине будет вести и называть себя дальнобойщик пусть хоть пачку презерватива везет и кем хочет себя называет он завез груз завез доставил как хотите называется дальнобой перевозки ну то каждое дело его понимаете вы же называете себя мужем супругом правильно ну а я называю может быть вас сожителями а вы говорите что вы муж и супруг кто придумал это слово ну просто сожительствуете женщины как бы ведете общее хозяйство ну тут как бы вот тоже да я муж да не муж ты а сожитель ну к примеру я к примеру говорю а то сейчас начнется там опять да еще один человек кстати недовольным был манерой моего разговора он мне пишет чувачок блять чувачок ты типа базаришь ты типа как таксист и дальнобой но ты типа там короче админы почему не работаете не надо удалять его блокирует надо дойти написать что-нибудь человеку вразумительное но блин видите какой я с утра разговорчивый во вторник прям пипец вот просто хочется донести я так разговариваю так всю жизнь ну я не знаю как я должен разговаривать ну как теленок я не умею разговаривать ну как еще кто мне разговаривать я так разговариваю так у меня поставлена речь так она сформировалась за долгие годы на этом все едем работать едем с моим постоянником грузим металл забираем три точки но сегодня рядом едем город бобрусь так что бобрусь включай погнали выезжая со стоянки нам как кто-то с пацанов подписчиках вон едет второй штат 1218 века привет тебе здорово потом напишешь комментариях кто ты что ты погудел мне я ему вот так вот будите если что друзья сейчас разворачиваюсь в обратную сторону давайте хорошей работы хорошей дороги так чё мы разворачиваемся забираем что-то меня контактного телефона нету нормального там на монтажников там где я машину мою монтажников 9 там же у них офиса склад потом дальше это давно давно наверно первый рейс когда ему что-то мы познакомили с этим заказчиком забирал вот вот уже и телефончик скинули отлично вот там надо в офис идти где-то машину поставить а потом а потом все остальное поэтому ехать на склад хочу блин чтобы они документы подготовили пока я здесь буду грузиться или попросить их хотя бы полято не шипит и вот в самый ненужный момент радейка так что вот такие дела сейчас разворачиваемся подъезжаем узнаем чё почем чуть там до хрена будет вроде как по килограммам здесь даже а металла у меня будет что-то три тонны но там будет 3 листовой мет 3 метровый и двухметровый то есть три два пять и где-нибудь на метр эти положим короче вы поняли цилиндры эти надо забрать сейчас будет едем забирать все друзья забрали здесь цилиндров 400 килограмм блин я занимаюсь фитнесом немножко начинаю чувствую худеть кроме вот здесь вот но вот тут тоже надо как-то похудеть на морде лица будет вообще хорошо это я сюда ехал сворачиваюсь мкада передо мной этот как он валдай бля этот эвакуатор есть вы поняли что-то тык пык 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 там видно вторая или третья не включилась все но я его раз он так что останавливается давай обходить тут у него видимо включилась он газу до отказу начал там что-то операции и вот я думаю что его так что его так засмущало в этом всем то что не увол дай и типа передача не включилась или я виноват или чё короче мы тут он тут пытался вот на этом участке со мной тут сражение устроить короче ничего не понятно но было ска очень интересно что выезжаю разворачиваю заезжаю на united company надо пополнить дурня этого и явно звонил ся человеку какие-то эти полки то что должен был забрать со склада они у него в легковой машине он сказал набери меня за 15 минут это там где моечка прямо где на монтажника моюсь я выйду с багажника тебе переложу и документы и все и потом туда металлистом ездим сказали в 11 часов все будет готово я так понял что будут резать металл сомневаемся в этом а может но как бы по 3 и 2 метра что-то там такое не очень понятно едем на разворот и заезжаем на юнайтед и потом оттуда через а как этот автоцентр лада выведем все поехали чем я уже подъехал к моечке сейчас еду подъехал человек короче не готов отдать документы говорит блин я тут ношусь он один там на склад молод короче едем на склад забираем коробки с болтами гайками потом переезжаем там буквально 500 метров на базу металлистов забираем металл я вам сказал обед есть он вверх нет игра потом я уже буду выезжать я тебе наберут и мне он горд я те вынесу накладные стал окей так что так и сделаем пока очень едем забираем коробки подъезжаем за металлом ну а потом уже как говорится за всем остальным 54 он еще что-то греет на ритм параде кому-то еще отапливают что-то интересно кому слушайте забрал я там метиза тут это перемычка помните где я первый раз заблудился женщинка извиняемся а вот это металлобаза в общем вон там он это затем перемычка если в зеркало даже после там труба видно а вот пуля тут после дождей просто ага ну что там есть кто я первый и я первый сегодня вот это уровень вот это вот это блин где только прозвернуться можно сразу отсюда задом по он сейчас выможусь хотел сказать оба ну выможу скорее всего поедем отсюда задом вот будем туда толкать и до самого того крайнего крана который последний стоит вон там он ладненько друзья все будем будем сдавать назад я сегодня хотя бы первые все друзья я загрузил металл малал все загрузил работаем потеем ну как худеем я бы сказал вот сейчас выезжаем сейчас не тут еще документы отдадут где эти болты забрала документы мне не отдали человек поднесет где его возле машины сначала типа ждал а потом он сказал что он еще но не готов и еду на выезд на партизанский там что-то еще кто-то подъедет что-то мне там еще там положат сзади как-то вот так и все выдвигаемся город бобруйск на разгрузочку как говорится время пол первого сейчас пока тут пока там я уже думаю будет час я как обычно вчера купил там нас обойку чё-то туда-сюда собрался и пошел так собой к я осталась дома также придется заехать на заправку супчика посерпать ехать дальше как-то вот так друзья ведь и голова какая что-то туда-сюда мне один звонок второй третий я что-то пока тэлы-бэлы шапку на голову и пошел и все наконец-то сегодня солнечный денек после дождей дожди уже просто кишки вы или если честно просто кишки вы или ну и что мы это самое завтра послезавтра опять правда дожди стоят но хотя бы один денек но потеплело почти 220 градусов типа обещают тепла мои вчера там жена с дочкой старше из младшей на выпускной к не ездили там организовали шашлыки для детей там типа посредине в дождь по замок ли по замерзли я говорю увидите как неправильный день выбрали надо было сегодня ехать короче в общем как-то вот так что-то я бляха напередок положил эти три метра мне не нравится прям надо было чуть на жопу свет сделать ладно что же делать потихоньку будем шкряпаться поехали выезжаем сейчас человек токи отдаст все то ну и со вторым человеком встретиться пока вспомнишь с кем и как что встретиться охренеешь пока погнали так ну что друзья все приехал человек прям не ждал я его тут буквально пять минут он молодец не опоздал еще привез закинули там еще 100 килограмм железо на задницу что тоже хорошо в противовес а то чуть чуть этот большой лист конечно лег на передок плохо ну и все чешем чешем в сторону бобруська время час дня заедем на заправку беларусь нефть которую я заезжал тогда покушаем супчик и все так как с обойки нету и поедем на разгрузочку по загрузкам там с бобруська смотрю там как бы ничего нету серега он по авто в твери стоит второй день с воскресенья сегодня вторник не может загрузку найти что-то там совсем беда с россией загрузками так что как-то вот так а вот и зайка звонит вот такая красота на полях стала желтая а запах стоит и впереди он видите все желтым годам желтым просто еду думал блин а чё так запах такой стоит я хоть и короны этот нос не дышит но вот пробивается пробивается гречиха цветет да дай бог памяти каждый год обсуждаем каждый год у меня что-то какие пчелки об стекло бьются запах просто стоит шикардос так ну раз бегущая строка на этом на кафе не горит значит не работают еще что-то у них пошло не так что-то они там в ремонте все или чё непонятно вот а за этим кафе кому интересно ребята прямо ну вот они на то территория фуры можно там припарковать переночевать короче платная парковочка так что как-то вот так белтол здесь скромно шильдинг поставили ладно поехали уж тоже хочется время почти 2 окушать уже хочет он она желтенькая погнали к обеду ближе а вот и заправочка будем надеяться что нас здесь покормят еду и вот читаю комментатора этого который все никак не успокоится про жидкости которые я не посмотрел на видеоролики жидкости вот он как бы беспокоиться за меня что на такое расстояние как 800 километров надо еще помимо лампочек жидкости проверять что тебе ответить да если бы я вам все показывал на камеру снимал что я делаю вам бы пришлось бросить работу и сидеть просто в ютубе и смотреть как я это все снимаю и делаю поэтому вы этого не видите особенно горе специалисты вот эти вот которая надо жидкость возьму видно недавно правило дорожного движения изучал сто процентов там так и написано перед началом движения каждый шанфер обязан проверить лампочки тех жидкости до тормозной системы все остальное все правильно так и делай это правильно а я пошел кушать что сходил я покушал от души кормят здесь конечно нормально ну цена такая вот суп драники с мясом в горшочке и кофе 12 рублей отлично творится сегодня на загрузке поезда всего леденца вымазал но он для всю россию прошел мы так не засрали машину и с той стороны тоже самое ладно стартуем самое приятное в этой работе что уже деньги оплатили за перевозочку поэтому говорится поели не в долг а уже заработанная как-то вот так друзья все стартуем и поехали людей кстати много заходят здесь видно прознали что здесь более-менее кормят и все людей много заходит и кушают и кофе и в кофе стакан мороженого макая ничего только не едят я смотрю иногда удивляюсь ну и полноценно обедают в общем как-то вот так ну чтобы старт на старт поехали слушайте ну как же этот скотч держит а вот этот вот вот этот вот этот вот скотч дома сандала зайка горит на попробуй решил попробовать не отваливается все держится четко все поехали так ну что друзья это мы уже въехали в зону действия знака бобрусь а здесь кого-то вот готовятся там вот стелла была на въезде очень много было людей в пимжаках зарядка как обочину срезали видите то есть не просто грейдером прошли а прямо вот ровненько ну думаю кто-то должен либо и тут ехать либо приехать что-то мутит перемутят смотрите красоту наводит прям конкретно так так обычно грейдером свернут на бог и все а здесь прям срезали ровненько вон край идет а вот он режет стоит дети какие-то на лесопедах вон видите как он делает хорошо наверное все короче подъезжаем к разгрузочки сидел смотрел отсюда загрузки то да все короче ни хрена не мать вообще ничего нету посмотрел на россию что-нибудь там возле россии ну короче как обычно ставки ставки желают как говорится лучшего как там быть не быть лучшими ладно вот работ мы сейчас сделаем и все не будем пилить потом домой и так хорошо что вот какой-то как в какой-то он постоянничек у нас тут организовался пишем не так часто звонит но вот два-три раза в месяц получается а почему бы и не да правильно правильно бобруйску привет всем подписчикам звук русска привет и не только но и зрителям также передаем приострить какая красивая сирень прямо вот она вся ой там еще во дворе темнее красота весны правда дубак какой-то зимние на улице но ничего может поцеплеет скоро все ладненько мне тут прям вот буквально раз и на луку или налево и мы на разгрузочки ну вот мы возле самой цели или у самой цели как там я я я я крутим налево чик все лукойл чуть-чуть за лукойл и мы опять на месте сколько военных в одной машине сидит а в общем вот так вот добрались все нормально сейчас здесь немножко протрясемся время 3 часа 15 велен блин вообще нормально сегодня как-то это наверно с тем заказчиком давно мы так рано не приезжали для прошлый раз так нечего даже позже прошлый раз так обычно он там к обеду после обеда мы там что-то собираем а тут прям получилось чуть раньше тоже хорошо сейчас полазил посмотрел на о великих сайтах короче там ни хрена нет вообще ничего нету хорошего смотрю даже еду на завтра что-нибудь дома тоже хорошим и не пахнет ладненько все поехал я выгружаюсь потом выйду поедем домой экспресс доставочка автолайтовская он пожалуйста бобруйская ну что друзья мои я разгрузился вот так вас прошел наш денек сегодня очередной в бобруйск быстренький рейсик хороший финансово выгодный все в порядке поэтому я уже сходил на заправочку взял морожка все выскакиваем мои пилим сторону дома так что вот так поработали всем новым подписчикам подписался их вот за последние буквально неделю очень много с последнего рейса пришло вам всем привет череповца много приветов передают также передаю все я погнал домой в общем хороший нам трудовой недели и вам также увидимся всем пока